Эффективность массажа лица у нас зависит от состояния задней поверхности шеи. Если шея у нас зажата, бесполезно делать локальные какие-то массажи для лица. Поэтому главное нам убрать зажимы в шее. И каждый раз перед массажем лица мы смотрим состояние своей шеи. Начинаем разминать боковые мышцы, чтобы у нас не было никаких зажимов в шейном отделе. Растираем, разминаем, разогреваем. Переходим на холку. Если у нас большая холка, то массаж лица будет неэффективен. Поэтому стараемся холку убрать как можно быстрее. Применяем различные упражнения к этому на осанку, на раскрытие грудной клетки, чтобы холка у нас ушла как можно быстрее. Также смотрим состояние трапеции. Они тоже должны быть мягкие. Не должно быть зажимов в трапеции, в плечевом суставе точно так же. В общем, весь плечевой пояс мы подготавливаем к массажу лица, чтобы у нас была хорошая микроциркуляция в шейном отделе, в плечевом, в грудном отделе. И тогда любые манипуляции на лице будут очень эффективны. Продолжение следует...